Жители на улице Соколовская в поселке Соколовка мешкают перед тем, как выбросить мусор. Причина проста. Мусорные баки переполнены и людям не вполне понятно, куда выбрасывать мусор. Кто-то пробирается через отходы, пытаясь попасть мусорным пакетом в контейнер, а пожилым людям неудобно и небезопасно шагать по мусору. Порой граждане оставляют его прямо возле баков. При этом те же пенсионеры говорят о том, что оплату за вывоз мусора они производят регулярно. Деньги регулярно берут. Мы пенсию получаем в этот же день. За квартиру, за все услуги. У нас долгов нет. Местные жители выделяют две главные причины такой захламленности мусорной площадки. Одна из них – это смена регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Мусорная реформа произошла почти полтора года назад. С тех пор, как говорят рязанцы, начались проблемы с вывозом отходов в этом районе. Местные жители сообщают, что мусор не вывозится здесь пять дней. Десятки звонков от недовольных жильцов не давали никакого эффекта. Однако есть еще одна причина, по которой мусор невозможно вывезти. Десятки подъезда к площадке. И людям запроковаться не идет. Приехал он поздно человек, допустим, куда-то ему подставить машину надо. Он видит окошечку большую площадку есть, ставит. А мусоровоз приезжает в полпятого утра. Так днем-то можно подъехать и вывезти. Чуть позже выяснилось, что прямо перед нашим появлением на этой мусорной площадке в понедельник с утра сюда все-таки приезжал мусоровоз. Значит, уборка отходов днем – это реально. Несмотря на то, что днем подъезд для мусоровоза свободен, бытовые отходы все равно никто не убирает. Вот он только приезжал, вот перед вами здесь. Загрузил, здесь уже куча такая была. У него такой был кузов, что там не полезет больше. Получается, что переполненные баки и куча мусора вокруг – это результат, которого достиг региональный оператор при уборке мусора. Когда бытовые отходы будут устранены окончательно – неизвестно. А пока граждане своими силами стараются освободить проезд для мусоровоза, регулярно обзванивая хозяев автомобилей, которые паркуются около контейнеров. Звоним, а что толку-то? Все равно, стоянки нет никакой. Здесь вот становят машины, обзывается, а мусорка не подъезжает. Жители приходят к выводу, что проблему стихийной свалки в Соколовке можно решить сообща. При этом на ситуацию должна обратить внимание и местная управляющая компания. В свою управляющую компанию граждане не верят, говоря о том, что даже снег во дворах качественно не убирается. Им остается надеяться на сознательность представителей регионального оператора по вывозу мусора. Хотя даже в прошедшие выходные, по словам горожан, ни одна мусороуборочная машина в этот двор не приезжала.